Вы верите, что личность женщины и ее характер напрямую зависят от месяца рождения? Я иногда провожу такие аналоги и, естественно, сегодня хочу рассказать вам, что объединяет женщин, которые родились в одном месяце. Итак, начнем с января. У женщин, которые родились в январе, невероятно высокие амбиции. Просто невероятно. При этом они остаются личностями очень консервативными. И весьма серьезными. Нередко они критикуют других, однако сами о своих чувствах говорить вообще не любят. Кроме того, январские девушки предпочитают общаться с людьми, которые равны по интеллекту, а также с людьми, у которых схожие жизненные взгляды. Девушки, рожденные в феврале, довольно романтичной натуры, однако в отношениях с ними нужно проявлять особое терпение. Из-за их постоянных перемен в настроении с ними порой бывает крайне сложно. Не каждому удается с ними поладить. Эти женщины, которые родились в феврале, способны мыслить абстрактно. Они очень свободолюбивые натуры, и поэтому иногда сложно успеть за их мышлением. Помните о том, что если вы предадите такую женщину, она вряд ли сможет простить вас когда-либо. Особенно обман или измену. Но аж точно больше к вам никогда не вернется. Женщины, родившиеся в марте, как правило, очень харизматичны и очаровательны. Сами по себе как личности. По своей натуре это очень такие преданные женщины. И хотя влюбляются они с очень большим трудом, если их сердце кому-то начинает принадлежать, или это сердце кому-то отдает, то это уже, как правило, навсегда. Мартовские девушки очень милые, очень очаровательные создания, только до тех пор, пока их не обидят. В этом случае они становятся, ну, настоящими фуриями. Однако иметь рядом такую партнершу, это в любом случае очень большое счастье. Потому что она никогда вас не предаст. У женщин, которые родились в апреле, весьма развитые коммуникативные навыки. В некотором роде их можно назвать дипломатами от Бога. Единственный существенный минус апрельских девушек состоит в том, что они очень чувствительные и довольно ревнивые личности. Поэтому если вы подорвете доверие такой девушке или предадите ее, лучше сами себя истязайте в этой жизни и вообще лучше исчезнуть из ее жизни. Еще важно о чем сказать, что девушки, которые родились в апреле, могут сделать мужчину абсолютно счастливым. Это такой парадокс. Они откроются лишь тому, кому действительно доверяют и кто сможет разделить их глубокие-глубокие чувства. Женщины, родившиеся в мае, очень настойчивы по характеру и никогда не отказываются от своих принципов. Кроме того, майские девочки весьма привлекательны физически, но могут быть довольно сложными по своей внутренней натуре. Мужчине, которому гораздило влюбиться в такую девушку, придется очень нелегко, так как майские девушки красивые и волевые. Их очень-очень непросто забыть. Рожденные в июне месяце, как правило, очень любознательные, очень творческие, очень коммуникабельные натуры. И основная их черта характера – это прямолинейность, это открытость, такая вот прям вот с порога. Они сначала говорят, а затем начинают обдумывать вообще то, что они сказали, и нужно ли было это говорить. Но всегда скажут все человеку в лицо, на самом деле, как они думают, а не будут осуждать его за спиной. То есть за сплетнями их поймать сложно. Такой характер делает их очень сильными и даже немного властными. И июньские девушки легко верят своим мужчинам, а те попадают под их безоговорочную власть. Девушки, родившиеся в июле, красивые, честные, умные и очень-очень таинственны. Они стараются избежать любого рода конфликтов. И всегда честны и открыты с другими. При этом они ожидают такого же отношения от окружающих, родных, близких, друзей, коллег и прочих. И если их ожидания будут обмануты, ребята, берегитесь. Эта девушка никогда вам не простит измены, никогда не простит предательства. Никогда не простит обмана. Июльские женщины особые. Хотя и очень непростые. В женщинах, рожденных в августе, удивительным образом сочетается эгоизм, любовь к самой себе и большое любящее сердце, которое открыто для всех окружающих. У этих женщин всегда найдутся аргументы в любом противостоянии. Это прекрасные спорщицы. С такой спорить вообще не стоит. Не стоит спорить с таким оппонентом вообще, мой вам совет. Ведь рано или поздно она все равно вас переспорит и одержит верх. Августовские женщины стараются избегать негатива или людей, не согласных с ними. И несмотря на то, что они обладают отменным чувством юмора, что крайне большая редкость, не потерпят никогда насмешек и издевок в свой адрес. Поэтому прежде чем шутить в ее сторону, глубоко задумайтесь. Еще эти девушки, которые рождены в августе, обожают находиться в центре внимания и зачастую не испытывают недостатка в поклонниках. Мужчины теряют голову от таких женщин и буквально готовы ради них на любые подвиги. Вопрос. Нужны ли только эти подвиги этим женщинам? Женщины, которые родились в сентябре, очень-очень дисциплинированы. Очень дружелюбные, очень красивые как внутри, так и снаружи. Природа их не обижает. Они верны себе в том, что никогда не смогут простить людей, которых однажды уже приняли. И если их обидели, они будут стараться отомстить своему обидчику. Прямо брать и отомстить. Ну, а как вы знаете, месть это блюдо, которое такая женщина подаст, естественно, холодным, когда никто не ждет. Кроме того, девушки, рожденные в сентябре, предпочитают длительные отношения и ни на какие интрижки не соглашаются. Ну, как правило, да. Отношения на одну ночь, друзья мои, явно не для них. У сентябрьских женщин очень-очень высокая планка и множество требований к своему партнеру. Поэтому, если вдруг ваша спутница сентябрьская, ребят, надо соответствовать. Только по-настоящему достойный кандидат может, на мой взгляд, покорить сердце именно сентябрьской дамы. Потому что требования настолько велики. Девушки, рожденные в октябре, как правило, малоэмоциональны. И они предпочитают не проявлять своих эмоций на людях вообще. Однако, это очень сильные женщины с очень высоким уровнем интеллекта и твердым непоколебимым характером. По причине того, что они боятся предательства, эти женщины склонны полагаться исключительно на саму себя. Иногда это бывает крайне сложно, но они так устроены. Кроме того, другие женщины часто им завидуют. Это одна из групп женщин, которые более всего уязвимы относительно зависти. Эти дамы нередко во многом превосходят остальных. И тут однозначно есть чему позавидовать. А теперь про ноябрьских. Они наделены очень острым, проницательным умом. Они способны распознать ложь, любую. Обман моментально. И если вы не хотите услышать в свой адрес правду, не стоит вообще спрашивать ноябрьскую девушку, что она о вас думает на самом деле. Эти женщины очень упрямы. И всегда, абсолютно всегда добиваются своего. Чего бы это им не стоило. Их задача только захотеть. Кроме того, запомните. Шутить с такой женщиной, это всегда игра с огнем. Ну и декабрь. Декабрьские женщины, как правило, обладают нетерпеливым характером. Но они всегда знают, что для них хорошо, а что плохо. И четко понимают, как обернуть любую ситуацию в свою пользу. Как правило, они выходят сухими из воды даже в самой-самой запутанной ситуации. Даже в самой-самой запутанной интриге. Они умеют сеять позитивное настроение среди других. И у них открытое доброе сердце. И несмотря на то, что жизнь неоднократно проверяла их на прочность, и они испытывали настоящую боль, их сердца всегда открыты к новым экспериментам. Если это видео вам понравилось, добавляйте его в сохраненное, лайкайте и рекомендуйте своим друзьям.